Российские генералы отмечали, что в танки играют будущие генералы. Что это было? Хайп? Компания создана белорусами. Она считается белорусской? Она максимально белорусская, как то, какое только может быть. Вы разослали 45 миллионов приглашений на День танкиста. Вы не боитесь, что они все откликнутся? Мы готовы масштабироваться. Трамп играет? Трамп нет. Все наши игроки успешны. Я сама очень люблю КВ-2, КВ-2-шечка. Ухудшили, на мой взгляд. Оптимизировали. Семьи не разваливаются из-за вашей игры? Здесь вопрос не в самой игре, а здесь вопрос, от чего он хочет убежать. При таком размахе вам не обидно, когда вашу игру называют танчиком? Всем можно гордиться, если вы это делаете на совесть. Партнер программы Бел Инвестбанк. Наш опыт, ваши преимущества. Четыре с половиной тысячи сотрудников, примерно. Офисы во многих странах мира. Да. И более двухсот миллионов игроков во всем мире. Все верно. При этом компания создана белорусом. Да. Она считается белорусской? Конечно. Конечно, белорусская. И только то, что здесь офис, который находится в Минском центре разработки, здесь две с половиной тысячи сотрудников. Сама идея, она родилась отсюда. Она вышла из истоков, буквально там тоже отсюда недалеко. Поэтому она максимально белорусская, как то, какой только может быть. При приеме на работу, свой аккаунт в мире танков – это обязательное условие? Это, безусловно, дает плюсы определенные. Но, безусловно, всегда профессионализм и непосредственно знание предметной области, на которую берут, оно, конечно, является приоритетной. А вот когда уже принят на работу, играть – это обязательно. Обязательно? Обязательно. Крайне рекомендуемо. Например, в моей команде для всех сотрудников это даже стоит в рамках годовых целей. Для того, чтобы было отыграно определенное количество боев. Потому что те люди, которые работают непосредственно с продуктами, они должны суперхорошо разбираться в том, что они делают, что на себя представляют, и какие там могут быть изменения, на что они могут повлиять. Это прописываться в контракте? Нет. Это просто как негласные условия? Это ценности компании. Но ценности компании, они у вас прописаны? В определенном смысле, да. У нас есть определенные ценности лидерства, которые транслируются всем менеджерам. Например, не проходи мимо какой-то неполадки, да, но я имею в виду в широком смысле этого слова. Даже если это не входит в твои обязанности. Даже если это не входит в твои обязанности, да. Не конфликтуй, конструктивно веди беседу. Вот эти все ценности, они транслируются от самых топовых позиций до самых рядовых менеджеров, потому что, ну, по-другому, если не формировать культуру компании, такую махину и такое количество людей очень сложно управлять, организовать, вот поэтому все-таки мы целимся на то, чтобы развивать в менеджерах вот это вот чувство самостоятельности и ответственности за то, что они делают. Даже вот на самых первых уровнях. Поскольку вы курируете направление танки Блиц? Да. Я хотел бы задать несколько таких быстрых вопросов, Блиц-вопросов. Давайте. Может быть так. Две платформы в Блице, Android и iOS. На каких играют больше сейчас? Примерно паритетно играют. И там, и там. Все зависит от региона. В Штатах, например, больше играют на iOS. В Европе и в СНГ больше играют на Android. Если суммарно посмотреть, то примерно 55 на 45. Самый доходный рынок вы можете обозначить? СНГ, Азия, Европа, Америка? Конечно, СНГ и Европа. Наша тема и тема наших игр, она все-таки ближе к этому рынку. А Китай? Китай — это очень специфичный отдельный рынок. Там, в принципе, немножко по-другому строится оперирование игры. Там тоже мы растем, мы популярны. Но у них очень сильно государственное регулирование игрового рынка. Поэтому там, например, нельзя использовать настоящие флаги. Все флаги должны быть перерисованы. Там нельзя использовать настоящие флаги. То есть особенность из законодательства? Совершенно верно, да. Там очень много ограничений, которые немножечко корректируют нашу игру с точки зрения исторической, с точки зрения реализма. Вот все те вещи, за которые нас ценят на всех остальных рынках в Китае, мы не можем в полной мере представить нашим игрокам. Ну и последний блиц-вопрос. Маус или ИС-7? Это вы сейчас примерно пытаетесь попросить выбрать между теплым и мягким. В моем случае, знаете, это скорее ближе Блэк Принс и Чифтейн МК-6. Класс. Выбор отличный. Вы разослали 45 миллионов приглашений на День танкиста. Это правда? Да, это правда. Нет, просто сама цифра шокирует, откровенно говоря. Для Беларуси с населением 10 миллионов. Да, у нас столько игроков, которые могут быть интересны, так как в этом году мы объединяем два мероприятия. Это День танкиста и Wargaming Fest, который проходил у нас в прошлые годы в Москве. Поэтому вот мы всем нашим потенциальным игрокам, точнее существующим игрокам, кому может быть потенциально интересен этот фестиваль, мы разослали приглашения. И так как мы традиционно позиционируем День танкиста и праздник здесь в Минске как семейный, мы, безусловно, ждем, что они должны, конечно, прийти с своими семьями. А вы не боитесь, что они все откликнутся? Ну, реально тогда... Мы готовы. Вы готовы к этому? Конечно, да, мы готовы масштабироваться. Готова ли страна наша к такому приему? Почему именно Минская площадка была выбрана в этом году? Как раз в рамках масштабирования. Минская площадка позволяет нам масштабироваться, если в первый раз к нам пришло порядка 100 тысяч человек, в прошлом году это было там уже порядка 150, в этом году мы ждем больше 200 тысяч. Ждете? Ждем. 45 миллионов разослали. Поэтому точно ждем больше 200, и, собственно, там те хедлайнеры, которых мы привозим на это мероприятие, они как подразумевают собой большое пространство, большую площадку, и хочется, чтобы большее количество людей их услышало. Главный хедлайнер это у нас в Спринг. Да, также будут, так сказать, предварять его звери, группа звери, группа вопля Ведоплясова и Крамбамбуля. Безвиз. Вы тоже учитываете? Конечно, конечно. Сколько стран предполагается? 28 стран. Это уже точно? Это уже точно, это уже игроки, которые купили билеты в определенные зоны специальные, которые уже подтвердили свой приезд, свое участие, и мы их ждем сюда. Мы теперь можем позволить себе пригласить такое количество гостей, которые могут приехать без виз, могут провести здесь время, могут приехать с друзьями, могут приехать через различные транспорты, да, то это, безусловно, делает более удобным логистику для нас. Вы позиционируете этот фестиваль как некоммерческий? Безусловно. Вы не зарабатываете на нем вообще? А тогда для чего вы его проводите? Конечно, для популяризации наших продуктов. Ну вот смотрите, 9 лет назад, по-моему, в августе месяце, вот в ночь с 12 на 13, Виктор Кислый опустил рубильник, и танки поехали. К моменту выхода игры, насколько я знаю, было потрачено на него около 10 миллионов долларов. Вот танки в цифрах сегодня, ну, я понимаю, что есть понятие коммерческое, тайное, то, что можно сказать. Это сколько? Игроков, стран, денег. Вы правы, с ночью, да, это буквально было совсем недавно, мы отмечали 9-летие танков, но там скорее была такая ночь не с 12 на 13, я бы сказал, с 12 на 15. Это длинная затяжная ночь, когда там носили сервера на руках. То, что сказать, что мы выросли за это время, это ничего не сказать. Уже порядка, ну, мне кажется, мы точно переплюнули отметку в 200 миллионов игроков, а там дальше уже считайте бессмысленно, там количество нулей просто это... Ты не перестаешь воспринимать эту информацию. Я не знаю стран, в которых не играют в танки. Мы получаем письма, причем письма физические, настоящие. До сих пор? До сих пор, да. Нам пишут дети, нам пишут вместе с семьями. У нас там целый музей есть, вот каких-то настоящих подарок писем из любых вообще стран, из любой точки мира, поэтому я не могу себе представить, что есть где-то, наверное, только там, где интернета нет. Там и там в нас не играют. Про вас не знают, по крайней мере. Но вот при таком размахе вам не обидно, когда вашу игру, ну, так, скажем, пренебрежительно называют танчики? У нас как только не называют, начинает кровавая картошка. Даже так? Даже так, да. Поэтому танчики это... Это очень по-белорусски, конечно. Это очень, да. Это очень ласково и нежно, мне кажется. Виктор Кислый говорил, что он играет примерно 7 часов в неделю. Сколько играете вы? Хотелось бы столько же. Но вы играете? Конечно, конечно. Играю каждый день. Это обязательно, как я уже говорила, обязательно в нашей команде. Очень хотелось бы уделять больше. В среднем, получается, где-то в день около получаса. И как раз вот здесь вот то, что у нас мобильная игра, и где бои намного короче, тебе позволяет вот за полчаса уже понять, насколько у тебя сегодня есть... Фарт идет, да? Фарт, да. Ну хорошо. Вот смотрите, многие руководители телеканалов, и я, естественно, мы интересуемся новинками на других телеканалах, в том числе и зарубежных. Мы смотрим другие каналы, мы смотрим другие программы. Вы сами непосредственно играете в игры других производителей? Конечно. Конечно. Это, опять же, входит в политику компании? Или это уже на усмотрение каждого руководителя индивидуально? Безусловно, это индивидуально все. В первую очередь к нам в компанию приходят геймеры. Вообще люди сами по себе, которые любят игры. Неважно, это игры на ПК, это игры мобильные, это игры консольные. Абсолютно неважно. Им нравится играть, поэтому они хотят работать в игровой компании. И они готовы играть в любое, что выходит. На самом деле, это здорово, когда что-то выходит в индустрию, ты пробуешь это в мобильной, в консольной. Совершенно неважно. Безусловно, параллельно этому есть такое понятие, как конкурентный анализ. То есть в чем мы хуже? Совершенно верно. Здесь мы уже отбираем определенные продукты, с которыми мы конкурируем именно для нашей телевой аудитории. Причем не обязательно, что это могут быть тоже танки. Нет. Это могут быть совершенно другие продукты. Тем не менее, наша аудитория в них играет. И мы их изучаем, уже не наслаждаемся, а изучаем. С точки зрения того, где они лучше, что мы можем у них позаимствовать, что они позаимствовали у нас. То есть обычная конкурентная работа. Совершенно верно. Давайте поговорим о том, что действительно занимает значительную часть вашего времени. За этот вопрос я, конечно, могу навлечь на себя недовольство феминисток, но все-таки женщины в IT, а тем более женщины в танках, это вообще достаточно уникальное явление. Или, скажем так, если в IT это более еще приемлемо, то в танках нет. Вот как вы туда попали? Потому что я люблю игры. Потому что я люблю игры. И, собственно, когда у нас в стране появилась такая большая игровая компания, грех было не попробовать. То есть означает ли это, что, в принципе, нет такого понятия, как гендерные стереотипы при приеме на работу? Вы знаете, я с ним не сталкивалась. Более того, в оперировании у нас очень паритетное количество ребят. И я, скорее, наверное, столкнулась с тем, что я вообще по образованию гуманитарий. У меня гуманитарное образование. И когда ты приходишь в техническую компанию, вот здесь, скорее, вопрос немножко перестроится образ мышления, другой речевой аппарат, по-другому строятся диалоги. То есть там уже спустя какое-то время, когда я начала работать, мне рассказывали, когда я приходила к ребятам из разработки, и что-то им долго объясняло, что я хочу, чтобы сделали, чтобы там разработали, они кивали так понимающе. Я потом уходила, ребята потом мне говорили, что они разворачивались и спрашивали, а чего она хотела? Даже такое было. Да-да-да. И после этого какие-то ребята, которые больше понимали, что я хотела, они переводили, так сказать, с гуманитарного языка на технические уже в свои какие-то моменты. Умение четко поставить задачу является обязательным. Это в любом случае всегда обязательно, при любой работе. Но здесь еще очень важно разговаривать на одном и том же языке, на котором думают разработчики. То есть терминология владеется? Абсолютно верно. Вы сразу не владели терминологией? Нет. Ну, просто у нас на телевидении то же самое. Некоторые на стадии принятия на работу или прихода на работу не могут суфлер от синхрона отличить. И для них это темный лес. Я скажу вам больше, что когда в первой неделе, когда я пришла, у меня был блокнотик, я записывала все непонятные мне слова, которые были, да. И после этого либо я какие-то гуглила, либо уточняла у более опытных коллег, а что вот этого значит, а что вот этого значит, пока я не овладела полностью всеми понятиями. Российские генералы отмечали, в танки играют будущие генералы. Говоря о геймерах. И более того, Рогозин вообще предлагал использовать геймеров в качестве, там, чуть ли не управления реальными танковыми подразделениями. Вот что это было? Хайп? Просто хайпанули? Или эта тема имела продолжение? Ну, все-таки у нас не симулятор. У нас все-таки игра. Которая заставляет думать. Совершенно верно. Она игра, и она командная игра. Она позиционная, она командная, она стратегическая и тактическая, но все-таки это игра. Скорее всего, если что-то вот в этом сказали, что-то в этом увидели, наверное, они каким-то образом это используют. Потому что какие-то... Я знаю, что танки точно включались в Российской Федерации в программу патриотического воспитания молодежи. И таким образом они там были в различных программах, и в том числе для курсантов, и просто для молодых людей. Поэтому каким-то образом это используется. Ну вот прямо какая-то корреляция, чтобы была. Нет, я такого не могу сказать. Безусловно, у нас есть так называемые профессиональные игроки, которые участвуют в различных мероприятиях, в турнирах. И зарабатывают деньги. Зарабатывают деньги. Не такие большие, как в других играх, может быть, но тем не менее. И мы проводим ежегодно тоже какие-то такие соревнования с призовым фондом. И в мобильных танках, между прочим. У нас тоже есть чемпионат мира, который проходит каждый год, и который будет в этом году. И, между прочим, в этом году, да, третий раз он будет проходить в Минске. Чемпионат мира? Чемпионат мира по мобильным танкам, да, по Блицам. А когда, предполагается? В ноябре. В ноябре он был в прошлом году тоже в ноябре. Сейчас приблизительно... Вы площадку же выбрали? В процессе. Мы сейчас как раз готовимся. Сейчас идет активная стадия подготовки. Вот примерно за полгода до мероприятия. Вот то, что мы уже точно знаем, у нас будет шесть регионов, как и в прошлом году. То есть это команды, которые проходят свои отборочные турниры. У себя. Да, на каждом регионе. И они приезжают из Америки, из Европы, из СНГ, из Азии, из Китая отдельную команду. И еще у нас есть одна команда, которая получает валткарт, да, так сказать, лаки лузер, которая тоже к нам приезжает. Просто это звучит чемпионат мира. Совершенно верно. Призовый фонд 100 тысяч долларов. Ну, а мне бы хотелось конкретизировать все-таки, да? Потому что рассматривают танки именно как просто развлечение зачастую, либо как способ зарабатывания денег. Ну, то, что важно для компании, в первую очередь, для ваших 4,5 тысяч сотрудников. Но патриотическая функция, в чем она выражается, на ваш взгляд? Игры? Да. В каких элементах или в каких мероприятиях? Мы на самом деле и вокруг игры делаем тоже очень много мероприятий разных. Например, у нас есть такой проект, называется «Фронтовой альбом». Он изначально задумывался как портал для сотрудников, где сотрудники могут публиковать различные истории о своих дедах, родственниках, да, какие-то моменты, которые были... Оказалось, да. В итоге мы его сделали доступным. Сейчас на нем опубликовано уже более двух тысяч различных историй. И они продолжают расти, они продолжают публиковаться, ими делятся. Я знаю, что ОНТ также будет выступать информационным партнером для нашего «Фронтового альбома». Для нас это тоже патриотическая... Да, за что вам отдельно большая благодарность, потому что это правильные вещи. Это правильные вещи, это нужные вещи, это то, что мы ценим, и вот то, что находится в ДНК компании, еще вот с момента игры «Багратион», да, и которые вот пронесли ниткой и принесли в танки, и то, что мы продолжаем и стараемся культивировать и расти здесь. То есть получается, что это не просто модный кейс, это такая социальная функция, которую вы несете? Конечно, конечно. Здесь я не могу назвать таким большим словом социальную функцию, но мы просто чувствуем, что это правильно. Это правильно, причем мы видим, что это нужно, мы видим вот эти вот... мы видим отклик, который это находит не просто, не только у наших игроков, а у их друзей, у их семей. И это очень здорово, когда ты чувствуешь какую-то такую востребованность, да, какую-то пользу от того, что ты приносишь людям, и то, что ты делаешь не просто так. Это очень здорово, сказать, ощущение. Я просто хотел бы даже, не для эфира, поблагодарить вас за такую функцию, на самом деле, потому что такое понятие, как историческая память, оно для многих является пустым звуком, к сожалению, сегодня. Партнер программы «Бел Инвест Банк». Наш опыт – ваши преимущества. Многие ведь считают, что танчики – это игра для лузеров, то есть для тех, кому больше делать нечего. У вас есть информация о личностях, которые играют в игре достаточно много, и при этом успешны в реальной жизни? Все наши игроки успешны. Все ваши? Конечно. Безусловно, мы… Ну, может быть, какое-то имя назовете все-таки. Грубо говоря, Трамп играет. Трамп – нет, но действительно очень много играет, и к нам приходят, и к нам приходят письма, как я уже вам говорила, интересные вещи. Я, наверное, все-таки не буду называть имен, это будет, с моей стороны, некорректно. Некоторые стесняются. Да, совершенно верно. Там не получили согласие, но все-таки это будет, наверное, не очень корректно, с моей стороны. Не могу, конечно, я с вами согласиться, что танчики любые из вариантов. И более того, оно исходит не от меня. Конечно, нет. Более того, к нам обратился игрок из Турции и попросил сделать предложение его девушке через игру, с которой они познакомились в игровом чате. И вот как-то все-таки оно до нас дошло среди потока вот этих всех сообщений, которые нам пишут игроки. И мы сделали действительно баннер в ангаре, мы послали такое персонифицированное сообщение этой девушке с вопросом от него. И вот спустя какое-то время они прислали нам фотографию такую, где лежит телефон с запущенной нашей игрой на фоне свадебного платья. И прислали с комментарием, она сказала да. Но это же здорово. Вот когда ты слышишь такие истории, и когда ты вот видишь такие моменты, ну это очень дорогого стоит. Наталья, а продолжение таких историй, вы, может быть, тоже знаете, семьи не разваливаются из-за вашей игры? Я не думаю, что семьи разваливаются из-за игры. Здесь можно заменить игру любым другим увлечением. Рыбалка, казино, охота, друзья. То есть общее понятие игромания может играть? Нет, я здесь не соглашусь с вами. Есть понятие увлечения, есть понятие досуг, есть понятие хобби у человека, который есть. И вот нужно все-таки разделять между, скажем так, приверженностью, как правильно сказать, фанат и фанатик. Это разные вещи. Вещества тоже, знаете, они бывают разные в зависимости от дозировки. Это может быть либо лекарство, может быть, либо яд. Поэтому здесь вопрос не в самой игре, не в самом увлечении, какое бы оно ни было. Неважно, это игра, это что-то другое. А здесь вопрос именно в отношении человека и чего он хочет добиться или от чего он хочет убежать, когда он тем или иным увлечением пользуется. Хороший вопрос. И если возвращаться к игре как к спорту, может ли вообще рассчитывать данная игра, ваша игра, стать олимпийским видом спорта? Я думаю, что это уже не за горами. Такие моменты идут. И здесь даже не только мы являемся участниками, сторонниками вот этого направления, а на самом деле очень много игровых компаний, потому что игры сейчас, компьютерные игры и так называемые офлайн-чемпионаты, финалы, они собирают миллионы, миллионы людей у экранов и тысячи людей прямо на стадионах, которые приходят посмотреть, как играют. И по своей сути оно уже ничем не отличается от других видов спорта, которые привлекают всеобщее внимание. Поэтому я думаю, что это наше скорое будущее. Ну я так понимаю, что, наверное, меня осудят любители шахмат и шашек, но там тоже не надо быстрее, выше, сильнее. Там просто нужно думать. В вашей игре надо думать. Я не возьму сравнивать с шашками и шахматами, но, безусловно, думать надо. И причем очень хорошо. Я бы даже сказала больше. Там вопрос не только в интеллекте, это все-таки очень командный спорт. И вот именно, наверное, вот это отличает от шашек и шахмат, да, и делает чуть ближе к каким-то другим спортивным дисциплинам. Если у вас нету какого-то командного взаимодействия, если у вас нету отработанных тактик, точно так же, как в футболе, в баскетболе, в любом другом командном спорте, это определенные заготовочки, комбинации, какие-то моменты, которые там уже случаются в игре. И вот эти вещи, они отрепетированы, они наезжены на кучу тренировок, и они вот уже случаются в каких-то финалах и мероприятиях. Ну хорошо, вот давайте о команде и поговорим. Вообще, уйти в IT, тема номер один для молодых людей. Насколько я понимаю, дефицит кадров, он есть в любой сфере. Вот начнем с низов. И этот вопрос не празднует в том числе и для меня, как для руководителей, и вообще для сферы телевидения в Белоруссии. У нас очень часто, знаете, такое есть понятие, как печеньки для айтишников. Мы сталкиваемся с тем, что наших сотрудников, готовых сотрудников, которые набираются здесь опыта, набираются профессионализма, это видеоинженеры, это графики в первую очередь. Да это могут быть любые специалисты узкого профиля. Вот именно на эти самые печеньки вы их и переманиваете. Ответьте откровенно, Наталья. Что первично? Отслеживание талантов, допустим, со школьной скамьи, рост их, обучение, или все-таки рейдерский захват уже готовых специалистов? Ну, назовем это так. Ну, здесь вопрос не только в печеньках. Сейчас уже сотрудники гораздо более, наверное, опытные, компетентные. Они в первую очередь ищут интересные задачи. Они ищут возможности для развития. Они ищут, то есть даже материальная мотивация у них не стоит во голове угла. Заработа не всегда первичная. Далеко не всегда. Намного больше им интересно, что эта компания может им дать, совершенно верно, для роста, развития каких-то компетенций и расширения этих компетенций. И вот эти вот вещи, которые нам задают в первую очередь. Чему я еще могу у вас научиться? Для того, чтобы расшириться и стать еще лучшим видеоинженером. Работать с интересными какими-то проектами, да, и еще какие-то моменты. Поэтому да. Ну, это не означает совершенно, что мы не пытаемся и взращивать кадры, потому что невозможно перекупить рынок. Поэтому у нас есть отдельные специальные программы, которые мы называем VG Forge или Wargaming Forge. Это такой внутренний институт, такой внутренний университет, определенный курс. Как и многие другие IT-компании это проводят, мы набираем группы ребят, молодых ребят из университета в том числе, где они у нас проходят определенный курс. Это может быть инженерия, это могут быть, между прочим, и 3D-art, и там motion design, как раз связанные с видеографикой. И после этого мы берем их на работу. Не всех, конечно. А с вузами сотрудничество? Сотрудничаем. Ну, вы знаете, это такой подход цивилизованного современного государства вообще, раз уже не только деньги стоят на первом месте, будем говорить откровенно. Но, Наталья, я в одной крупной IT-компании, не буду делать ей рекламу, она достаточно известна, ознакомился с системой кадровой работы, которая ведется там. Они создали собственную программу, в которой практически на каждого сотрудника есть многочисленные вкладки с его обучением, достижениями, характеристиками, мнение коллег и мнение начальников, руководителей, его перспективы. Ничего не надо сочинять. На любую вакансию, либо сложный проект моментально возникает несколько претендентов в автоматическом режиме. И понятие субъективизм, оно минимизировано. Согласитесь, в современных компаниях нравится, не нравится, это уже не профессиональный подход. Умение выполнить конкретную задачу или способность выполнить, она стоит на первом месте. Вот у вас подобного рода программа существует в Wargaming? Существует. Не настолько автоматизировано, как вы описываете, это что-то уже, конечно, такое следующего поколения, наверное. Безусловно, существует. В первую очередь, это проще. Когда 4,5 тысячи сотрудников, невозможно держать все в голове, на бумажке, даже в Excel-ке, это неудобно. Неудобно. Поэтому, конечно, да. А тем более папки личные. Совершенно верно. А тем более, когда сотрудник растет, развивается, обучается, необходимо где-то вот эту историю, информацию хранить. Поэтому, безусловно, такие решения программные есть. И действительно, туда заносится информация. То есть у нас, например, работает таким образом, что каждый год проводится беседа с сотрудником, назовем таким образом, где, во-первых, обсуждаются его результаты достижения за прошлый год и ставятся задачи на следующий период. И вот эти вот все комментарии и цели, они вот заносятся тоже в эту, скажем так, программу. И проще отслеживать, если поменялся руководитель, если куда-то сотрудник перешел. Всегда можно обратиться туда и посмотреть, как сотрудник рос, какие были комментарии, какие были задачи у него. К тому же, вот там, например, мы делим задачи. Вот есть рабочие бизнес-задачи, назовем таким образом, а есть цели на развитие, на вырост личностный. Что подтянуть человеку? Например, трудные переговоры или эмоциональный интеллект, или тайм-менеджмент, например, управление временем для себя. И это вот уже относится как раз к его неоперационным, не рабочим вещам, но они, безусловно, связаны, но все вместе связаны. Но, тем не менее, мы даем возможность расти человеку и определять, что он хочет. То есть, насколько я понимаю, даже век информационных технологий, вот эта личная встреча с каждым сотрудником ежегодно является обязательной? Конечно. Мало того, на самом деле, у нас есть тоже такое понятие, как встреча один на один. То есть я, например, со своими сотрудниками я встречаюсь каждую неделю. Это нормально. Конечно, да. Потому что, ну, иначе ты выпадаешь из информационного поля. Недостаточно, безусловно. Один раз в год это такая финализирующая встреча, которая подводит итоги определенные для того, чтобы посмотреть в целом, как прошел год, какие были успехи, что нужно подтянуть. Но это ваша инициатива. От вас исходит она? Безусловно, да. Она исходит от руководителя. Но это в целом, это как бы по компании принятая норма. Ничего страшного, если человек ошибся. Но если он научился и вынес какой-то результат из этой ошибки, и знает, как его применить, и он понимал, почему он это делает, его нельзя за это наказывать. Напоследок, на концовку, я бы хотел, знаете, задать вопрос о возвышенном. Вы уже, в принципе, доказали, что вы на это способны, что танки не только, как говорят, грязи не боятся, но они умеют летать. Я про танколеты Белавия. Они доказывают только, что то, что сделано в Беларуси, можно показывать во всем мире. И они реально привлекают к себе внимание. Что, по вашему мнению, сейчас еще лежит на поверхности, и чем белорусы могут гордиться? Да все. На самом деле, мы очень недооцениваем себя. И это, мне кажется, тоже одна из черт менталитета, когда мы считаем, что то, что мы делаем, это, ну, что-то обычное, что-то такое вот рядовое. На самом деле, нет. Да всем можно гордиться, если вы это делаете на совесть. Если вы сами гордитесь тем, что вы делаете, этим может гордиться страна, и это абсолютно можно спокойно презентовать во всем мире. Благодарим партнера программы Открытое акционерное общество Бел Инвестбанк. Бел Инвестбанк. Наш опыт. Ваше преимущество. Продолжение следует...